Не пройти, не проехать, не перебраться. Жители Соколовой горы столкнулись с тем, что дорогу к их домам перекрыли и завалили землей. Люди винят во всем застройщика, который возводит рядом многоэтажку. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. К родному дому, как по военным заставам для жителей улицы Рубиновой, этот участок дороги стал настоящим яблоком раздора. Рядом с их домами возводят многоэтажку. Застройщик фирмы «Аркада» перекрыла единственную прямую дорогу, которая ведет в микрорайон. Мусор со стройки выбрасывают прямо на проезжую часть. Я боюсь, что в данный момент мы оказались в такой ситуации, что проезд невозможен. Мы можем ходить только пешком. Но даже пешая прогулка для многих становится равносильной покорению Эвереста. Чтобы попасть к домам, нужно либо пройти по крутому спуску, либо перебраться через груды строительного мусора. Ни с коляской, ни с чем ходить невозможно. Вот ходим вот так на руках, засыпая по дороге. Когда наступает, как говорится, сезон дождей и снег, здесь начинается кошмар. Машина застревает, коляски не проходят. Они уже с ужасом ждут, когда начнутся осенние ливни и снег. Тогда микрорайон окажется полностью изолирован. Есть дорога через Затон, но зимой по ней не проехать. Уже сегодня спецслужбы не приезжают на вызов. Добраться не могут. У нас и так плохо на самом деле с дорогой зимой. Мы на свои деньги прощачиваем дороги. Хоть машины могли наших детей проезжать. А сейчас по такой дороге ни скорую помощь не вызовешь, ни пожарные машины. Я часто болею. А что мне делать? Преодолевая строительные баррикады, разгневанные жители готовы возвести собственные. В поисках правды идут на стройку. Бетонный блок на их единственной дороге перекрыл доступ к домам. На строительной площадке доламывают последний асфальт. Еще немного, и от дороги останутся только воспоминания. Люди пытаются найти представителя аркады, но в руководстве не готовы говорить на чистоту. Пытались найти прорабу, поговорить с этой стройки, с аркадой. Но он спрятался в этом доме, невозможно найти. Я ходил и выискал, даже не вышли переговоры, объяснить людям, почему творится такой беспредел, сыпеть землю. О том, почему доламывают единственный выезд к микрорайону, знают рабочие и застройщика. Охотно делятся планами. Говорят, вот-вот приступят к новой стройке. А улицу перекрыли в целях безопасности. Будут строить один дом, и второй дом, и котель. Ставят башенные краны. Это, считай, все. Это сейчас машина проедет. Они не против, пожалуйста, ездить, но техника безопасности. Сами поймите. Сейчас машина поехала, ее прибила, и все. Строительство многоэтажек, по подсчетам рабочих, будет идти несколько лет. И жителям не стоит рассчитывать на то, что их улицу откроют раньше. Вот только люди не готовы ждать даже несколько месяцев. И чтобы на них обратили внимание, способны сами перекрыть дорогу. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.